Мы пришли сюда с определенной целью, вот уже пятый месяц мы находимся, православные христиане, проповедники, возвестить великую радостную весть, которая отображена на страницах этой книги, Библии. Потому что здесь самое развратное, самое гнусное собрано со всего мира, что за эти дела готовится огонь вечный с сатаной и дьяволом в озере огненном. Иисус Христос умер за грехи людей, умер и воскрес в третий день. Его не было. И дарует прощение грехов всем, кто кается в грехах, чтобы никогда не возвращаться на прежнее. И вот в этой тематике мы рассматриваем все события. Главный вопрос – это смысл жизни. И где ты будешь после смерти? Где жизнь не заканчивается со смертью? Это всего лишь переходной ров. Подождите, а зачем вы это рассказываете? Вопрос. Что где? Зачем вы это рассказываете? Ну, причина какая? Допустим, люди болеют. Болеют чума, холера. Зачем врач приходит туда? Вопрос один – спасти. Люди падают. Сегодня разврать еще. Вот здесь наркоманией занимаются. Матерятся. С какой целью? Чтобы они не попали в ад. Мы принесли радостную весть. Прощение можно получить даром. Попросить у Христа. Вот с этой целью мы и пришли. Я 57 лет несу это благовестие. Хорошо. А рак – излечимая болезнь? Вопрос вам. Как? Рак – излечимая болезнь? Раковая болезнь? Да, излечимая. Для чего? Раковая болезнь, говорю, изучимая, излечимая? Ну, не изучена до конца. Но есть такая болезнь? Нет, не поняли меня. Говорю, излечимая, излечимая. Ну, знаете, есть излечимая, есть неизлечимая. Вот один из примеров. Александр Исаевич Солженицын. Совершенно больной и выздоровел. Одной целью, чтобы блуд сотворить. Женщину найти ради вонючки душой жертв. Хотя я неверующий. Конечно, верующий тут не будет этим заниматься. Тут и толковать не надо. Не веря, о чем говорит. О безответственности. Неверующий что? Разведенный. Блудяга. Курящий. Матерщинник. Блудом здесь не буду заниматься никогда. Здесь больше делать нечего. Она рулетка для этого назначена. Она рулетка для этого назначена. Будешь ты или не будешь? Нет, мне просто скучно стало. Решил зайти. Ну, половина мужиков голые. Кого обманывать-то? Половина. Анонизмом занимаются. Женщины с сиськами трясутся. Совокупляются. Это нигде в интернете больше нету. Процентов 90 мусульмане. Самое глусное, самое блудливое все собралось. Маленькие дети безобразничают. И христиане. Стараюсь не ругаться младом. Ну, хорошо, хорошо. Ладно. Только не ругайтесь, чтобы вы. Не ругайтесь. Я вот вам покажу. Мы для чего пришли сюда. Возвестить великую радостную весть. Что Иисус Христос был распят, умер, воскрес. Для нашего оправдания. Проси прощения. Сходи в храм Божий, в православной церкви. Исповедуйся. Живи по-другому. Разводов в стране сегодня 86,5%. Это же катастрофа. Почти каждый год на миллион убывает людей. Рождаемости почти нету. И все это причина какая? Это на другом причине не сказать. Причина одна безбожия. Это причина воспитания детей в школе, в первую очередь. Знаете что? В первую очередь. А сколько у нас сейчас стоит обучить ребенка в школе? Сколько денег стоит? Не в этом дело. В этой же стране. Я тебе расскажу. Сейчас не перебивайте меня. Я вас выслушал. Выслушайте вы меня. Раньше всегда было. Как? Сколько дашь, столько и будет. А теперь вы выставляете ценник, который вам нужен. И почему я должен в это верить? В ту херню, которую выставляет ценник. Объясните мне. Все объясняю. Объясняю. Подожди, мужик. Не психуй. Я объясняю. Сейчас материться будешь. Материться начнешь. Перестань пока. Не разражайся. Успокойся. Потому что ваша церковь задолбала. Так. Успокой. Самые бюрократы. Сейчас. Я вам это расскажу и объясню. Ну успокойся. Вы спросили почему. Вы спросили почему. А отвечать не даете. Я хочу ответить, а вы начинаете психовать. Я слушаю. Слушайте. В Российской Федерации есть 6 мусульманских республик. Условия одни и те же. У них в среднем в семье 8,1 ребенка. У русских 1,8 при тех же заработках. Ну еще нет. У мусульман практически ни одного нет. Чтобы до брака была нарушена девственность. У нас уже в 7 классе на вторую букву алфавита ее называют. Что вы доказываете? У вас нет понятия даже об этом. Без Бога. А у них. Вот они Библию не признают. У них другая книга. Они смотри какие дружные. Попытались это. Равиля. Кому это рассказывать? Я вам рассказываю. Лежащего мужчины. Поверженному женским грехом. Я с ними служу. Я знаю что такое. Только не ругайся. Они хуже. Они церковь такая. Они вот офигенная. Вы не знаете с кем разговариваете. У нас ничего этого нет. Мы строим с нуля православную деревню. Где нельзя пить, курить. Ну остановись пока. Ну что ты психуешь такой. Нервный. Как разведенный. Вы подкаблучники мужики. Да еще кого-то командует. Слушай внимательно. Мы, Ялтайский край, получили землю официально. И строим единственное на всю России деревню православное. Где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Ни одного аборта. Ни одного развода. Фуфо. Не поверил. Ну вы не поверили. Дальше. Я вам говорю сейчас откройте наш ютуб. У меня ютуб. В ютубе у меня 18100 роликов. Мы все снимаем. Не курите пожалуйста. Мы не разговариваем кто курит. Уберите пока. Вы. Ну зарядите. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Вы не торопитесь расставаться. То что мы вам принесли. Скажем. Вот я перед вами сижу. Мне Господь Бог мой. Поверь. Позволил создать детский лагерь. И я его начальник. Воспитатель. 45 лет. И три года в ином формате. 48. Не рублят государство. Тысячи детей подняли. Она снимает фильмы. Занявшие документальным. Первое место на международном киноконкурсе. У нас главный лозунг. Россия должна встать. Россия это мы. Получили землю, статус. Государственную школу построили. Свой счет. Не Путин виноват. Послушайте. Вас как звать? Василий. 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 Ты знаешь как твое имя переводится? Царь. Царь. Дорогой мой царь. Успокойся. Не будь рабом этой волнующей травки. 12 лет себе отнимаешь. Здоровый, крепкий, красивый мужик валяется. Смотри. Получили землю. Построили храм. Дорогу строим за свой счет. 4-6 прудов теперь. Заново. Вот привезти только бульдозер. Увезти. 50 тысяч положи. Мы работаем день и ночь. Мне Господь позволил в сутки спать 2,5 часа. Я веду занятия. Вел занятия в 5 университетах. 13 школ. Во всех отделах милиции, воинских частях, заводы и фабрики. Бесплатно. Меня в прошлые годы, я издал, начитал 50 книг. Я одна. Архипелаг ГУЛАГ Солженицына. И брал интервью репрессированный. Пошел по этапам. 5 тюрем у меня за плечами. И когда вернулся, я сейчас помогаю тюрьме. 3 700 у нас сидит преступников. Бесплатно. Без копейки. У меня стаж рабочий. 35 лет. И мне государство назначило пенсию. 8 141 рубль 33 копейки. Я ни разу голодный не ложился. И вот Путин виноват там. Да не Путин. В нас все запутано. В стране произведено за время перестройки 120 миллионов абортов. Государство погибло в очреве в могиле женщины. Как смотреть на это? А так, вот мы встаем рано. Я встаю 2 часа ночи. Совершаем молитву. Вот у меня здесь, я говорю, YouTube в свете Библии. Игнатий Лапкин. 18 100 роликов. Это вы понимаете, это никто не сделает. Даже половина этого нет нигде. Почему? У меня вышло 38 томов книг. Полный комплект стоит 750 евро. Так, послушайте. И Бог положил мне на сердце. Василий, Бог положил на сердце. Сейчас, подожди, закончу. Положил на сердце мне Бог в бедной библиотеке подарить книги, которые возрождают людей. И мы проехали из Барнаула, я в Барнауле, до Владивостока, потом до Лиссабона, прошли Прибалтику, Скандинавию, север и юг. 650 остановок. И сделали подарок на 35 миллионов рублей. Бесплатно. Нас никто не заставляет. Я верующий. Мне 81 год, Василий. 81 год мне. Меня их крутили. Какие страны прошли? Меня держали в холодилке. Что-то со мной не делали. Меня арестовали по санкции Московской КГБ. А теперь я реабилитирован, политзаключенный. Работать надо, дорогой мой, Василий. Чего же я буду лежать-то? А я служу. Я уже 15 лет так служу. Не обижайся, Василий. Я с тобой разговариваю серьезно, как с мужиком. Даже простой. Ты вот бороду, чтобы не брить, и той не пойдешь. Почему? А бороды нет под каблучники. Бабы командуют. А это власть моя. У нас жена должна ни одного слова не сказать. Против. Нет. Жену надо уважать. Я сидел... Заметьте. Василий, я сидел... Не кури, пожалуйста. Я сидел, когда жена везде ходатайствовала, ходила там в Москве. Я в ней уверен на 100%. Вот у меня... Василий, у меня отец вернулся без руки с фронта. У матери три брата артиллеристы погибли на фронте. И отец с матерью полкласса не кончили. Нас 10 ребятишек. 5 мальчишек, 5 девчонок. И мы ни разу не... Отец отечественный судимый. И ни разу мы не слышали. Жили бедно-бедно. Ни разу не слышали, чтобы они ругали власти. Ни разу. Мы жили очень бедно. Но ни одного ребенка больного нету. Я вот в 81-й год еще таблетки не съел. И все время... Я 40 лет печником работал. Я прораб. Мне не давали работать. Поговорить, то только чтобы ни один не матерился. Хорошо. Хорошо. Так, я нахожусь в Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Мы пришли с великой миссией сюда. А мы с Приморского края, город Уссурий. Посмотри. Мы пришли с великой миссией рассказать, что Христос Иисус умер за наши грехи и воскрес. Чтобы мы, покаявшись, по благодати получили прощение и жили по его заповедям. Заповедям любви. Вы очень близко к экрану. У вас не видно. Только лоп один. Подальше отодвиньтесь. Подальше от экрана. Вот так. Вот. Если у вас есть вопросы духовные о жизни, о вечности, о будущем, то можете задать. Маленечко. Связь плохая, отец. Так, мы договорились. Плохие слова, чтобы не говорили. Говорите, что вы хотели узнать? Да ничего так. Поговорить просто. Поговорить. Мы, понимаете, что мы... Интересно, как вы. Мы же говорим то, что никто не говорит. Это место блуда, куда собрались люди-то. Рулетку кто составил? Ты ни один не говорит. Это мальчишка Андрей Терновский, 15-летний. Двоечник. У меня, говорит, одни двойки были. Я думаю, что-то думать надо. И придумал вот эту грязь. А тут все собралось. Процентов 90 мусульман. Самое блудливое им все сюда сошлось. Мужчина. Да, я один мусульманин в натуре себя только. Вы мусульманин? Нет, нет, я русский. Ну русский, ну вот и все. А я русский тебе и рассказываю. Есть храм у вас. Достаньте Евангелие. Считайте. Живите по-божески. Не будете жалеть. После смерти будет воскресение из мертвых. Вот как вы сказали. Ладно. Мы пришли сюда с великой миссией. Так, уйди из дороги. Ну, уходи. Принеси слово Божие. Можно вопрос? Сейчас я расскажу, что Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания. Говорите. Остановись. Остановись. А что вы делали, когда был Советский Союз? Вас лицо не видно. Чтобы вас говорил, когда говорите, чтобы я видел вас. Так, говорите. А что вы делали, когда был Советский Союз? Понимаете, что-то плохо слышно так. Поближе. Куда еще вы едете? В мячка из мертвых. Что вы делали, когда был Советский Союз? Плохо слышно, говорите. Я...